здравствуйте уважаемые зрители хочу предложить вашему вниманию уловистую приманку такую как стример особенность заключается в том что используя вот такое тело из эпоксидки покрытое можно придать ему любой оттенок форму и привлекательность он оружен это из семейства лососевых стримера но мы сейчас будем с вами вязать стример для поимки судака сома и щуки я беру как всегда крючки фирмы strike вот номер 20 и подготавливаем наше тело для начала немножко нанесем клей на цевьё и закрепим свинец а грузка в этом стримере будет со смещенным центром тяжести так чтобы наш стример все время шел жалом вверх как это я уже своих фильмах вам показывал приступим сделаем под моточку вместе крепления нашего груза и теперь я уже подготовил кусочек свинца прикладываем его на место крепления прихватили опять добавим немножко клея и промотаем еще а и а и и и и и и и и Этой огрузки будет недостаточно, так как я стример изготавливаю для рыбалки не наклостом, а спиннингом с добавлением дополнительной огрузки типа чебурашки. Поэтому я еще дополнительно подматываю свинцом. Продолжение следует... Промажем еще клеем. И теперь сделаем хорошую обмоточку. Вот мы подготовили наше тело, промотали ниткой. Теперь будем изготавливать хвостик. Хвостик немножко необычный для нашей мушки будет, так как судак и сом любят больше, чтобы рыбка была продолговатая в форме морковки. Проверено уже практикой на поролоновых рыбках. Поэтому я хвост буду делать удлиненный. Из нескольких частей берем мех песца персикового цвета. Совсем небольшую вот такую щепоточку. И креплю этот мех у загиба так, чтобы он слегка обогнул цевьё и распределился равномерно по всей его плоскости. Вот приблизительно вот так. Прихватили, не приматываем. Добавим немножко клея. Беру следующий пучочек меха красного, но он должен быть уже несколько длиннее моего морковного. Под шерсток я убираю, не выбрасываю. Он у меня пригодится для даббинга. Подготовил вот такой пучочек. Его укладываю я уже сверху. Вот так. Раз. Прихватили. Берем мех песца. Желательно подобрать его длину так, чтобы он был достаточной длины. То есть хотя бы чуть больше длины нашего крючка. Если есть больше, это хорошо. Если у вас по какой-либо причине нет такой длины меха, посмотрите, может вы найдете из искусственного меха, который тоже можно использовать в качестве изготовления хвоста. Вот у меня, допустим, под руками есть вот такой кусочек искусственного меха. Как видно здесь, длины волокон достаточно для того, чтобы сформировать хороший стример. Берем теперь пучочек белого меха песца. Пустоит тканье. Купик белого меха. Пустоит тканье. И крепим его Поверху нашего красного Также раздвигаем на цевье И сверху в одной точке прихватываем Прихватили Вот у нас вышла вот такая конструкция Теперь для завершения мы добавим Голографического люрекса Возьмем пару волокон С одной и парочку с другой Чем больше блестящих элементов, тем лучше Но я обычно использую Для ловли судака специальный люрекс Если у вас нет, который хорошо работает в ультрафиолите Можете использовать любой люрекс Который у вас есть в наличии Закрепили, обрезали, подровняли длину люрекса И теперь Промазываем все хорошо Вместо клея В то же время промазываем Все наше тело Клеем Берем кусочек Отрезаем Как я уже показывал Вот такой Упаковочной фольги Она будет у нас закрыта Сверху Эбоксидным клеем Поэтому для нас Качество здесь Ее не имеет значения Можно, конечно Если у вас такого нет Обмотать люрексом Но это Лишний расход материалов Прихватили Нить Уводим Колечку Промажем еще раз Там, где может пропустили Клеем И теперь Аккуратненько Следим за тем Чтобы не сползали Наши витки Начинаем обматывать Этой пленочкой Все наше тело Она достаточно имеет И крепость И в то же время Слегка растягивается Поэтому Неудобств Не должно у нас Возникать При наматывании Главное, чтобы тело было Намотано коническим Тогда Очень удобно Наматывать Нашим люрексом Дошли до колечка И теперь Придерживая люрекс Чтобы этот не соскочил Делаем Небольшой ступенечкой Вот такую Обмоточку Прихватываем Наш люрекс Остатки Удаляем Посмотрели Подровняли Место крепления Люрекса Подровняем И подготавливаем Нашу абоксидку Вот мы подготовили Наше тело Подготовили Эбоксидную смолу И теперь Ровным Слоем Будем наносить На тело Начинаем От хвостика Слегка Чтобы Наша абоксидка Зашла Даже Прикоснулась К меху Наносим На тело Она у нас Под действием Центробежных сил И сил притяжения Сама подровняется Нам главное Вовремя Ее Прокручивать Чтобы не было Капель На рабочем месте До колечка Стараемся Сильно Не заходить Вот у нас Образовалась Такая форма И теперь Мы будем С вами Прокручивать Пока наша абоксидка Не станет Крутим 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 И крутим Я буду еще Где-то Минуту Крутить А когда Эбоксидка Наша Встанет На свое Место Я С вами Потом Встречусь Вот наша Эбоксидка Уже Полимеризовалась Подождали Мы примерно Полчасика Пока Она Приобретет Еще Твердость И можем Приступать К вязанию Если у вас Есть Необходимость В том Чтобы Это было Побыстрее Подготовьте Их Немножко Заранее К заготовочке Но так как Я изготавливаю Большинство Изделий В единичном Экземпляре Поэтому Для меня Нет Такой Потребности Я беру Вот у меня Из остатка Вот такого Пера Щепоточку Перьев И буду Формировать Горлышко Там Где Наши Жаберки На место Крепления Капну Немножко Клея Так как В этом месте Оно Еще У нас Скользкое И неудобно Крепить Клей И поможет Нам Хорошо Удержать Материал Вот у нас вышла Такая Симпатичная Конструкция Закрепили И теперь Мы с вами Можем Брать Вязать Вязать Крыло Для крепления Я примерно Вот такой Беру Пучочек Белого Песца Сильно Много Не надо Потому что Будет Большое Нагромождение Наших Материалов Мы его Больше Крепим Для Аэродинамики Привлекательности Уже В нашей Мушке Достаточно Убираем Подшерсток Подравниваем Мех Примеряем Длину Примерно Так Чтобы Закрывало У нас Жало Крючка Промажем Место Крепления Клеем Примерно fight Примерно Убираем Корректор Крепочь Примерно 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 Х jugarно вот так подхватили наш мех промажем еще клеем и беру щепоточку черного меха песца такой же примерно толщины но немножечко чтобы было длиннее белого убираем обязательно подшерсток и также примерили и также здесь крепим наш мех прихватили теперь для того чтобы мушка наша была более симпатичной его так вот ноготком как черепицей разравниваю шляпкой наш черный мех разровняли вот приблизительно чтобы вышло вот так и теперь окончательно его уже прихватываю прихватили посмотрели очень даже симпатично теперь для завершения всего нашего крыла я добавлю в него блестящие элементы беру все тот же плоский вот такой люрекс и поверху крыла на всю его длину даже несколько может быть длиннее прихватываю вот такими двумя прядями остатки обрезали и теперь окончательно я формирую здесь головку делаем завершающий узел и вскрываем лаком вот мы с вами приклеили глазки сформировали головку и наш вот такой стример готов к работе окончательно смола полимеризуется в течение 12-18 часов можно его уже употреблять в рыбалке спасибо за внимание до скорых встреч до свидания